друзья всем привет с вами александр вы на канале world house pro в сегодняшнем выпуске мы поговорим о новом проекте разработанном нашей архитектурной студии это дуплекс на 480 квадратных метров стоимость реализации такого дома может обойтись от 15 до 17 миллионов рублей это я сейчас говорю о теплом контуре без чистовой отделки без инженерных коммуникаций то есть эти все вещи обычно рассчитываются отдельно дом отделан дагестанским камнем как я уже сказал площадь 480 квадратных метров но это дуплекс у которого две секции то есть две секции двухэтажных по 240 квадратных метров такие дома часто строят либо для себя с прожить для проживаниям там с друзьями например на одном участке с родителями либо такие дома часто строят на продажу как инвестиционный проект для продажи потом отдельно секциями мы в том числе занимаемся проектированием и таких объектов и можем всегда с этим помочь сегодня поговорим о том по какой технологии выполнены проекта что включает себя документация и расскажем более подробно о планировке начинаем фасады дома полностью отделаны дагестанским камнем что делает дом достаточно строгим но при этом большое панорамное остекление придает ему современные оттенки сам по себе дагестанский камень материал не дешевый но очень долговечный при правильном монтаже и соблюдении технологии поверху дома выполняется интересный венчающий карниз отделанный таким же камнем а вот цоколь уже отделывается более темными тонами и эти два элемента придают фасадом законченный вид итак друзья давайте начнем рассматривать планировочку дома нашего дуплекса то есть соответственно у нас две зеркальных части то есть соответственно вот эта часть да и вот эта часть они абсолютно одинаковые только выполнены зеркальным исполнением давайте рассмотрим одну из них вход основной мы осуществляем вот с этого крыльца она 7 квадратных метров достаточно просторная большая компания зайдет никто никому не будет мешать далее мы попадаем в тамбур площадью почти 8 квадратных метров в котором есть ниша для устройства до пота встроенного шкафа для хранения то есть когда мы проектируем планировки мы всегда стараемся вот учесть вот эти вот моменты чтобы верхнюю одежду можно оставить оставить был сразу на входе в дом соответственно из тамбура мы попадаем в некий холл в холле есть лестница то есть она небольшая лесенка уходит вниз буквально четыре ступеньки в которой находится котельная площадью 10 квадратных метров и кладовая на 3 и 6 квадратных метров то есть это сделано для того чтобы можно было площадь пола вот в этой зоне немножечко приподнять соответственно здесь у нас на первом этаже еще есть санузел площадью почти 9 квадратных метров есть гостиная и соответственно кухня кухня площади у нас тут почти 20 квадратных метров гостиная 22 квадрата и столовая 11 с половиной квадратов но по факту это все единое помещение то есть это одно пространство площадью практически 70 квадратных метров то есть она достаточно просторная и свободная в то же время холл тут небольшой то есть вот эта зона она небольшая и тем самым мы не съедаем до какого-то пространства и есть гостевая спальня площадью почти 20 квадратных метров находится она вот здесь то есть она как бы тут немножко обособлена в стороне то есть шум из кухни гостиной и спальни они максимально друг от друга отдалены ну и соответственно площадь и расположение комнат здесь то же самое то ли как я сказал уже в зеркальном исполнении давайте перейдем на второй этаж так второй этаж у нас в общем-то представляет собой наружный контур такой же здесь у нас всего есть три спальни то есть одна спальня 21 квадратный метр 2 такой же площади только более интересной конфигурации за счет того что тут у нас выполняется балкон четыре квадратных метра то есть здесь у нас есть вот такой вот скос но достаточно с фасада это смотрится интересно и не портит особо внутреннюю планировку все что необходимо здесь вмещается даже небольшая гардеробная там в три с половиной квадрата в этом помещении у нас в этой спальне тоже есть помимо этого есть еще у нас одна спальня вот здесь на 24 практически квадратных метров не есть своя гардеробная свой санузел то есть это здесь именно мастер спальня то есть основная хозяйская есть балкон 7 квадратных метров также есть кабинет при выходе из этой спальне на 13 квадратных метров и есть общий санузел площадью 7 целых там 75 сотых квадратных метров то есть достаточно удобная функциональная планировка опять же небольшой холл который не сжирает пространство то есть да у нас вот здесь вот он располагается 8 квадратных метров то есть у нас это помещение и не совсем малюсенькое чтобы там не толкаться и в то же время не сжирает площадь ну и соответственно площадь у нас и планировка вот этой части абсолютно такая же только зеркальная разработанная документация уже по готовому проекту включает себя архитектурный и конструктивный раздел то есть все чертежи с ведомостями объема материалов со всеми узлами деталями то есть вы приобретает проект либо заказывая да у нас проект подобного дома получаете полностью готовую документацию по которой можно строить от начала до конца именно говоря о тепловом контуре понятно что для устройств инженерных коммуникаций например нужны еще разделы отопления водоснабжения канализации также можно сделать ландшафтный дизайн участка и дизайн интерьера внутреннего то есть для этого уже нужно конкретное тз и как правило но готовые проекты редко в себя включают эти разделы потому что в этом нет необходимости так как у всех как бы заказчиков у всех клиентов у всех будущих собственников домов свои пожелания и свои требования для этого и есть индивидуальное проектирование что касается конструктивных особенностей этого проекта в данном случае проект разработан на свайно-ростверковом фундаменте так как участок был с перепадами но его можно переделать под плитный например фундамент либо ленточный зависит это все от геологических изысканий то есть желательно иметь геологию и топографию если есть перепады после этого можно уже определить корректный тип фундамента который подходит конкретно в вашем случае для вашего участка для вашего грунта наружные стены здесь выполняются из газосиликатного блока 400 миллиметров плюс утепление каменной ваты и отделка дагестанским камнем по сетке то есть можно еще иногда применять дагестанский камень на подсистеме то есть по принципу вентфасада здесь это именно штукатурка базовая на нее уже на клей наносится по сетке дагестанский камень приклеивается а межэтажные перекрытия здесь монолитные не много пустотные не сборно монолитные именно монолитные то есть ставится обычную классическую опалу к армируется двойная сетка заливается все бетоном что касается кровельного пирога то здесь у нас фактически тоже идет плоская кровля поэтому перекрытие над вторым этажом выполняется тоже монолитное делается утепление и ппсом разуклонка керамзитом с проливкой цементным молоком на цементно-песчаная стяжка и соответственно гидроизоляция в два слоя это основные как бы показатели по конструктиву этого дома если вам понравился проект вы хотите что-то в нем изменить обращайтесь мы всегда с этим поможем то есть во первых мы можем изменить полностью технологию переработать там с газа силиката на керамический блок либо на монолит мы можем поменять планировку сделать ее такую какую вы хотите можем сделать из этого дуплекса просто дом для проживания на одну семью уменьшить площадь то есть вариантов может быть масса все зависит от ваших пожеланий то есть просто если что-то вас привлекает в этом проекте пишите звоните все контакты будут в описании мы обязательно поможем мы занимаемся индивидуальным проектированием домов и последующей их реализации и техническим надзором за ходом проведения строительных работ на сегодня наверное наш выпуск подходит концу я сказал все что хотел про этот проект а так что пишите звоните оставляйте ваши комментарии ставьте лайки если вам понравился этот проект если не понравился пишите в комментариях что не понравилось чтобы вы сделали по-другому мы учтем это обязательно и может быть в следующих проектах будем применять какие то уже моменты которые вы можете нам написать и указать на сегодня с вами прощаюсь меня зовут александр команда ворсалс про всем пока